МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Верховная Рада намерена ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. И сегодня нардепы сделали первый шаг к новым правилам. Что ждет теперь водителя и почему рассмотрение кадровых вопросов снова зашло в тупик? Об этом далее в материале. Как правило, в среду нардепы не особо рвутся в сессионные залы. В повестке дня только вопросы ратификации. Сегодня под куполом исключение. Депутаты взялись за законопроекты. Один из них – дополнение к Уголовному кодексу отдельной статьей, которая усиливает ответственность за пьяное вождение. Пьяный водитель – это убивец, который точно должен знать, что если он пьяный сидит за кормом, это будет одна дорога для него, в тюрьму. Мы предлагаем драконскую ответственность за пьянство за кормом. Когда зловили пьяным за кормом – на все жизнь позбавление прав и 5 лет в тюрьме. Когда пьяный за кормом выполнил ДТП с жертвами – на все жизнь позбавление прав и минимум 15 лет в тюрьме. Этот закон даст возможность сберегать жизнь тысяч и тысяч украинцев. Члены комитета 50 голосовами «за» ухвалили решение рекомендовать Верховной Раде Украине за данным разговором в первом читании принятие законопроект за основу. И при всей немногочисленности нардепов голосов для принятия документа хватило. Правда, его приняли только в первом чтении, а ко второму обещают еще раз подумать, за что и как наказывать. Это первое читание. Я думаю, для второго читания нужно пропустить четкий механизм. И, соответственно, должна быть та градация, если это какой-то пивкофтка вина, и это будет квалифицироваться так, что ты будешь отбывать покарание в тюрьме на срок 5 лет, то это, наверное, за жестко. Поэтому задание парламентария между первым и другим читанием – не проработать те соответственные изменения, те соответственные поправки, которые бы сделали этот закон более логичным. Но после этого голосования и остальные попытки нардепов что-то принять оказались четными. Безуспешным рискует стать и завтрашнее переизбирание Центризбиркома. Как мне известно, снова таки, от представителей Народного фронта, с ними, остаточно, блог Петра Порошенко так и не узгодил голосование. С этого привода, они очень ображены. И на сегодняшний день, принаймні, станом на вчера, на вечер, они не собирались голосовать за Центральную выборную комиссию. Все, что нас держит от финального голосования, это, власне, встреча с этими кандидатами у нас на заседании фракции и вынесение этого вопроса в зал. Мы просто ждем, когда другие политические силы будут готовы. Кроме того, остается до сих пор неясно, как быть с тем, что кандидатов 14, а мест 13. А кроме того, кандидатуры от оппозиционного блока вообще не представлены. Центральная выборная комиссия, я вообще не понимаю, как она может рассмотреться, при том, что не все фракции, даже кандидатами представлены, это треба, обязательно, парламентская асамблея Ради Европы. Поэтому я думаю, что тут нужно проводить далее консультации, находить 13 кандидатов на 13 мест. Одна фракция, один кандидат обязательно должен быть. Про пропорционы никто не говорит. Тогда только можно выходить на голосование. Как всегда в Украине, все политические договоренности достигаются в последнюю мить. Поэтому все переговоры будут продолжаться. Скорее всего, также избранники проводят консультации о снятии депутатской неприкосновенности. Думали, что в четверг этот вопрос тоже появится в зале, но дальше разговоров не пошло. Остаточный порядок день не з'является в вечере. Давайте дочекаемость. Фракция Батьковщины будет голосовать за знание недоторганности. А единое, что я могу зазначить, выставки Венецийской комиссии местят не то, что застережение, Венецийская комиссия против знания недоторганности, мотивирующая незнание именно тем, что у нас нет честных, независимых, правоохранных органов и судовой системы. Если будет внесен законопроект, что завтра снимать недоторганность, мы будем за это голосовать. Это была наша позиция. Я видел завтрашний порядок день, в нём этого вопроса нет. В нём даже нет вопроса про выплату зарплаты шахтарям. Уявите себе ситуацию, когда сегодня шахтарь отработали свой час, выдавали вугильник, отмотали его на станции. Станция отримала деньги за электроэнергию, а шахтарями не рассчитывали. Это граница, и завтра они прийдут сюда вымогать зарплату. Так что, если не бурное голосование, то страстью стен парламента точно будут и возможно. Повестка дня изменится. Программа «Минимум» на ближайший год борьба с коррупцией, контрабандное и эффективное внедрение реформ. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер Владимир Гройсман. О чём ещё говорили министры в материале Ольги Теребинской. Украине необходимо сформировать долгосрочную программу взаимодействия с международными партнёрами. Такое заявление сделал Владимир Гройсман на очередном заседании правительства. По словам главы Кабмина, эта стратегия должна быть разработана как минимум на пять лет. И в этом плане, подчеркнул премьер, нужно чётко прописать инструменты для роста экономики. На разработку год. Мы створим такую группу высокого уровня, которую уже идут и Дания, и Канада, и Великобритания. И мы попрацуем над створением такого плана. Министерство молодёжи и спорта, Минкульт, Минюст, Минэкономразвитие и Минобороны. Это пятёрка лидеров выполнения правительственно-общественного проекта в месте против коррупции. По словам координатора Оксаны Величко, всего в этом проекте было 83 пункта. За два года Министерство выполнили немногим более половины. Системных сильных заходов, которые есть в этом проекте, есть 17. Это примерно 20% заходов. И эти 20% заходов на сегодня выполнены на 30%. Переважно легкие заходы Министерство выполнило, а теперь остались и те заходы, которые будут несколько лет ещё у нас выполнены. В Украине появился Национальный фонд исследований. Сегодня Кабмин утвердил соответствующее постановление. Он будет заниматься грантовой поддержкой украинских учёных. Финансирование определяется на конкурсной основе. А какой размер выуплат решает НАДСовет по вопросам науки и технологий во главе с премьер-министром. А вот главная цель правительственной инициативы Украины без контрабанды наполнение госбюджета. Историю разганяют через свои сливные бачки, начебто это Гройсман борется за вплив на митницу и так далее. Мне вообще этот вплив не нужен. Я борюсь только за единую. За единую. За наполнение государственного бюджета Украины. Почему мне это нужно? Я объясню. Для того, чтобы лучше финансировать украинское войско, лучше финансировать украинских детей, лучше финансировать медицину, лучше финансировать украинских пенсионеров, лучше финансировать украинские дороги. И вот, навещу мне это потребует. Гройсман подчеркнул, что договорники с чиновниками и правоохранителями ушли в прошлое. Теперь единственный выход это честно и прозрачно растамаживать импорт. А украинская таможня должна быть надежной, легкой в оформлении и перемещении товаров для легального бизнеса. В прошлом году от наших действий мы дополнительно привнесли в государственную казну 79 миллиардов гривен. В этом году мы можем сделать не меньше. Мой основной заказ до всех оттягиваться и начать сумленно выполнять свою работу. Не в имя моего, не в имя уряда, не в имя вашей чести, если у нас есть, и в имя тех людей, которые потребуют сегодня реальной государственной поддержки. Владимир Гройсман напомнил, что работу по обеспечению прозрачности границы уже начали. В частности, разблокировали тендеры на закупку сканеров для пограничных пунктов пропуска, которые позволят контролировать грузы с минимальным привлечением людей. Также премьер призвал всех сотрудников фискальной службы работать на госбюджет и пригрозил те, кто не согласен с такой позицией, лишаться своей должности в течение суток. Ольга Теребинская, Сергей Ведмитий, подробности, телеканал Интер. Сотни железнодорожников из разных регионов митинговали сегодня в Киеве. Основное требование соблюдение правил безопасности, ведь под угрозой жизни пассажиров. Люди собрались возле Кабмина и колонной направились к Минсоцполитике. Они требуют также повысить зарплаты и вернуть возможность выйти на пенсию по выслуги лет. Ее отменили во время пенсионной реформы. Еще в мае железнодорожники начали акцию работы по инструкции в депо, осматривают локомотивы и не выпускают на линию, если их состояние не соответствуют технике безопасности. Небезопасность на каждом кроце. И на это все закрываются глаза. Вагоны ломаются, локомотивы остановятся. Основные требования это обеспечение безопасности работы, это высунение всех несправностей, локомотивов, вагонов, все, что связано с безопасностью. Есть единственный возможный шлях нам разом с вами добиться уваги и социальной поддержки. Выкновение ваших требований это объединение в единственный социальный штаб. Розгортание штабов по регионам и сильная кампания на защиту своих интересов. Мы начали эту кампанию и я уверен, уверен, не имею сумнений, что после моих поездок по краю, после моих консультаций, переговоров, укладывания единого социального угода между этими организациями, мы начнем действовать очень агрессивно, очень активно и, главное, результативно. Украина один из мировых лидеров по уровню заболеваемости жителей, а наши врачи получают самые низкие зарплаты в мире. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин на совместном заседании комитетов по вопросам здравоохранения и соцполитики. Депутаты рассмотрели отчет Минздрава о ходе медицинской реформы, при этом глава ведомства Ульяна Супрун на заседание не пришла. Депутаты расценили это как неуважение, теперь чиновница должна отчитаться о своей работе с трибуны парламента. Мы хотели бы услышать сегодня от министерства четкие и понятные ответы на те вопросы, которые интересуют представителей здесь со всех областей Украины. Они вернутся завтра к себе в области. Им нужно будет объяснить людям, где взять инсулин, где взять гемодиализ, где взять сегодня лекарства. Украина локомотивом заявил, что Украина должна усилить работу в сфере защиты экологии. парламент. троллейбусы и трамвай. Разрешено все, что не запрещено законом. Петр Порошенко подписал закон о валюте и валютных операциях. Сделал он это во время встречи с представителями бизнеса. Также президент внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал. По словам Порошенко, это честно по отношению к государству, честно по отношению к налогоплательщикам, тем более, что при росте экономики растут и показатели прибыли. За то, чтобы привезти этот закон, это не может быть только справа президента. Это должна быть справа нашей единой команды. Тогда мы победим так же, как мы победили в том, что мы победили в голосе и принятии закону о валюте. Вы согласны на то, что это будет наш спильный бой за экономическую свободу Украины? Сегодня разум до боя. Лидерами президентской гонки 2019 являются Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Петр Порошенко. Таковы результаты социсследования Центра София, проведенных в июне 2018 года. Подробности далее. Согласно данным социологов, среди избирателей, которые собираются пойти на выборы, лидер Батьковщины набирает более 12%. Лидер оппозиционного блока чуть больше 9%. Действующий президент Петр Порошенко около 9%. В центре отмечают, что разница между рейтингами Юрия Бойко и Петра Порошенко находится в пределах социологической погрешности. Однако, если Юрия Бойко как единого кандидата поддержит кроме оппозиционного блока также и партия за життя, то ситуация меняется. В этом случае за Тимошенко проголосуют почти 13% избирателей, за Юрия Бойко чуть больше 12%. То есть разница между кандидатами будет находиться в рамках статистической погрешности. София также опубликовала рейтинги партий. Тройка лидеров, которые проходят в парламент, выглядит следующим образом. Батькивщина 12%, оппозиционный блок почти 10,5% и БПП Солидарность чуть больше 8%. К убийству полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году причастен экс-депутат Верховной Рады. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиус. Имени подозреваемого он не назвал, но в СМИ уже активно обсуждают, что речь идет об Александре Шепелеве, народном депутате 5-го и 6-го созывов. По словам прокурора, на момент преступления подозреваемый был действующим нардепом, а мотивом для убийства стала месть. Ерохин разоблачил конвертационный центр, который работал на базе банка этого депутата. Подозреваемого не задерживали, поскольку он уже находится в СИЗО по обвинению в других преступлениях. Напомню, в 2010 году исполнители этого убийства осудили на 12 лет. Сегодня в 9.30 рамку Главной военной прокуратурой сообщено о подозрении гражданин за эти преступления Криминальным кодексом Украины предоставлено максимальное покарание в виде до вечного позбавления воли. Наразі, согласно Украинского Криминального процессуального кодекса, готовится клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застосування застави. Двое українських военних ранені сьогодні на Донбасі. Боевіки пять раз открывали огонь. В ход шли гранатомёты, пулемёты, крупних калибров и стрелковое оружие. Горячі точки Зайцево, Кримське и Водяное. С самого утра не утихают обстрелы и в Авдеевке. На позициях начали раз в полчаса, раз в 30 минут с бойнячки высунулися, стрельнулися. Так лаконично о соблюдении перемирия боевиками в районе Ясиноватской развязки докладывает Артём. Перемирие или не перемирие, но по этой позиции боевики стреляют как по расписанию каждое утро. Солнце восходит с ихней стороны и слепит наших пехотинцев. Им трудно распознать, откуда ведут огонь стрелки. И вот этим утром также тут слышна была стрельба. Здесь был ещё один уровень мешков. Их посносили из крупнокалиберных пулемётов. С автомата с пулемёта они уже сегодня перешли на уже было ДШК и был утёс. Сами же боевики не прячутся оборудуют свои окопы на территории рынка Господарочка. Из его ангаров и ведут огонь из противотанковых ружей. Наемники используют их как снайперские винтовки. Ставят оптику и открывают огонь. Калибр патрона 14,5. Вот такая штука у нас идёт тут ещё пуля есть. И вот это у нас прилетает. Снимают, разрывают как хочешь. Человеку голову на раз-два. За эти три дня перемирия всё, что изменилось на промзоне и в её окрестностях, говорит комбат, это разве что мины не прилетают. Но и в укрытиях бойцы предупреждают залететь может и в эти узкие щели. Прицельно они практически в бойницы ложат. Вечером начинаются щелчки по нашим бойницам. Щёлк, 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 щёлк. То есть выманивают либо пулемёт выманивают, либо автоматчика. Ответить есть чем. Пулемёт Максим разменял уже седьмой десяток, но шутки в адрес раритета Денис отбрасывает. Главное, что его он ни разу не подвёл, несмотря на свой возраст. Немножко медленнее стреляет, чем ПК. Но это гораздо точнее. Полей с пшеницей вокруг промзоны нет, но хлебное перемирие действует и для Дениса, и для его Максима. Максимка молчит уже долго. Ну, вот со времён перемирия бедняжка не работает. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. У полицейских Украины появился новый устав. Соответствующий закон подписал президент Пётр Порошенко во время празднования третьей годовщины создания нас полиции. Проступки полицейских теперь будут рассматривать на открытых дисциплинарных комиссиях в присутствии адвокатов. Появился и новый вид поощрения награждения холодным оружием. Сегодня награды из рук президента получили лучшие правоохранители. Среди них Андрей Хременко, который вынес из горящего дома пятерых детей. Чтобы быть полицейским, недостаточно одержать форму, жетон и изучить законы. Найголовное нужно вносить в сердце добро и честь. В частности, только в этом году мы зарегистрировали больше 3,5 миллиона звездных, на которые каждый раз прибыли, помогли, отповели. Персонал завода по переработке СОИ Каховка Протеинагра начал подготовку к запуску производства. Работники ремонтируют испорченное рейдерами оборудование и подсчитывают убытки из-за простоя подробности далее в сюжете. Подготовка к началу нового рабочего сезона на предприятии идет полным ходом. Общественники сворачивают палатку. Свою миссию, говорят, выполнили. Именно благодаря им сотрудники Каховка Протеинагра в конце прошлой недели смогли наконец-то попасть на свои рабочие места. Теперь приводят в порядок территорию завода. После всех подействий, что произошло, весь персонал вышел на свои рабочие места. Сейчас делаем инвентаризацию. Взрывы лаборатории пропали ваги лабораторные. В лесаре мастерин, в контроле вырезанных приладей пропал инструмент. Кража инструментов не самое худшее, что сделают захватчики, говорят на заводе. Куда серьезнее порча дорогостоящего оборудования. Теперь специалисты проверяют, нет ли возможных повреждений, нанесенных тетушками. Кроме того, из-за длительного простоя техника могла перейти в негодность. На сегодняшний день мы производим проверку технологического оборудования нашего леватого производства. Так как было двухмесячный простое, оборудование у нас специфическое и нужно проверить весь технологический процесс. В ближайшие дни с работниками рассчитаются и по зарплате. Из-за блокировки предприятий и захвата промышленного комплекса компании Промагра 150 сотрудников остались без выплат. Некоторые даже подумывали искать новую работу, чтобы не умереть с голоду из-за рейдерских игр. Теряется навык работы, когда расслабленность появляется, приходится опять втягиваться в рабочий процесс. Негативно такие переживы сказываются. Ну а в целом конечно работать хочется. Работать хочется активно, так что в смены пойти и нормально работать, не думать о том, что там надо паспорт делать и уезжать из страны, чтобы заработать. И все же новых попыток захватить предприятие здесь не исключают, ведь за полгода Каховка Протеин Агра не единожды подвергалась атакам со стороны компании Промагра. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности Телеканал Интер. А в столичных судах продолжаются слушания по делу Каховского завода. Заседания проходили в Верховном и в апелляционном суде столицы. Какие решения приняли и почему дела рассматриваются так долго подробнее в нашем материале. Очередное заседание по делу предприятия Каховка Протеин Агра, имущество которого следователи ГПУ незаконно передали предприятию Каховка Промагра, началось с протеста возле Верховного Кассационного хозяйственного суда. Причина – незаконное решение одной из судей. По словам общественников, она выносит вердикты в пользу рейдеров. Ведомие нам проявы рейдерства сбоку российских рейдеров Братев Сагалев, которые отжимают украинский бизнес, а конкретно судовые решения, потребные для Братев Сагалев, уже выполняет судья Катеринчук. С нашей информации судья Катеринчук работает в коррупционных связях с адвокатом Андреем Богданом. Позже активисты пытаются пройти внутрь админздания на слушании дела по каховке протеинагра. Председательствующий судья на заседании все та же Лилия Катеринчук. Но активистов на слушание не пускают. Говорят, мало места. Давайте мы одного запустим, чтобы вы реально увидели, что один зайдет, а решта может зачекает. В итоге в зал пропустили только лидера протестующих. На заседание пришли и антикоррупционеры. Правда, ждать начала слушания пришлось долго. Мы взагалі почали засідання вже після закінчення роботи Верховного Суду, график якого можу побачити внизу. Він до 18-ї години взагалі. В полвосьмого заседання все же начали. Представитель компании по управлению активами заявил об отводе суди Катеринчук. По мнению адвоката, ее решение будет незаконным. В данном выпадку был порушен автоматичный распредел справ и безподставно передано справу на розгляд тому суді, який был вызначений для розгляду заяви про розяснення постановы, абсолютно інший. Но юристы предприятия Каховка Промагра, которой досталось имущество, с отводом судей не согласны. Відвід заявляється повторно в підстав розглянути хранише. Суд, який розглядає справу, має залишити такую заяву без розгляду. Я відводів в цій справі ще не заявляв, і мій доверитель відводів в цій справі не заявляв. Після відбування суд відбування 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 з іншими участниками процесу. Діло об імуществі Каховка Протеїн Агро слушали і в апелляційному суді столиці. Це було вже седьміе засідання, але і це могло не відбування. Двіе з трьох судей коллеги шли в відпуск, але їм в течіні суток нашли замену. Це решає председательствуючий суддя. Конечно, препятствий нет никаких. Якщо судьи в відпуске, назначено засідання, в які могут бути препятствия? Главное, що председательствуючая суддя, не в відпускі, а на місці. Хоча до цього слушання постоянно переносили. На засідання рассматривали сразу три апелляції. Две із них від прокуратуры, ще одна від компанії Каховка Каховка Протеінагра незаконними. На предприятие вернулись рабочі, але адвокати Каховка Промагра считають появление сотрудників незаконним. Саме на виконання такої ухвали не разі здійснено свобильний вхід на територію цілісного майнового комплексу і, по суті, ми не можемо реалізовувати як власник наші правовласники. Но, по данным адвокатів, Каховка Протеінагра, компанія, котрій передали имущество, банкрот, а следователь ГПУ не имел права подавати апелляцію. В итоге апелляційний суд отменил решение хозяйственного суда столицы і принял апелляцію адвокатов Каховка Промагра. Но вот ходатайство следователя генпрокуратуры Буковчанника отклонил. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности Телеканал Интер. Новая судебна система дала збой. Напомню, судью Высшого Хостсуда України Лилию Екатеринчук активисты обвинили в коррупционных махинациях и взяточничестве. Что именно выяснили антикоррупционеры, знают наші корреспонденты. Висший хозяйственный суд України. Здесь активисты сутра ожидали встречи с председателем суда Богданом Львовим или с его подчиненной судьей Лилией Екатеринчук. Собственно, ее антикоррупционеры и подозревают в вынесении заведомо несправедливых решений, в коррупции и взяточничестве. А вот сама судья выходить к активистам отказалась. Комментировать ситуацию не захотели и в прислужбе ведомства. Впрочем, спустя время Катеринчук согласилась на встречу, но без камер. Судьей Лилией Екатеринчук активисты заинтересовались уже давно. Антикоррупционеры утверждают, ранее судебными тяжбами вокруг своего завода в Новой Каховке занималась именно она. Тогда у нее было свое мнение по этому спору и оно не совпадало с законом. Сейчас в обновленном Верховном суде, куда беспрепятственно попала Катеринчук, она снова взялась за старое, утверждают антикоррупционеры. Они уверены, здесь явный конфликт интересов и судья должна была сделать самоотвод. Впрочем, Катеринчук не отстранили даже после ходатайства адвокатов одной из сторон. Активисты выяснили, судья находится в тесных отношениях с адвокатом Андреем Богданом, который защищает интересы одной из сторон в споре по соевому заводу. Еще во времена премьерства Николая Азарова Богдан прославился решением сложных юридических споров. Занимался отжимом бизнеса. Сейчас тесно сотрудничает с братьями Сигал, который обанкротили Банк Надра и уже долгое время пытаются с помощью рейдерских захватов отобрать у собственников соевый завод Каховка Протеин Агра. После нескольких неудачных попыток начали действовать через суды. Как выяснилось, Лилию Катеринчук еще в 2005 году по протекции Богдана перевели в столицу из Ивано-Франковска. Адвокат повлиял и на трудоустройство Катеринчук в высший хозяйственный суд Украины. Активисты уверяют, ему необходим свой человек в этой структуре, чтобы получать правильные судебные решения. Мы смогли потрапить правда без камер, без ничего в кабинет до пани суддей Катеринчук и задали ей вопрос, чи знает, может ли она оцю людину, пана Богдана. На что она ответила? Мовчанием и было пометно, что она нервовала, не смогла ответить. Мы задавали вопрос, пробовали объяснить, почему сам Богдан перевел, посприяв переводу цели суддей до суду в Киев с Ивано-Франковска в 2005 году, а также пробовали объяснить, какие же связки. Ситуация с суддей Катеринчук подчеркивают активисты. Это наглядный пример эффективности проведенной реформы. Изменения должны были вернуть доверие украинцев к судебной системе, а чтобы суддей выносили честные решения, им подняли зарплату до 200-300 тысяч гривен. Впрочем, такая сумма дохода некоторым служителям Фемиды кажется недостаточной. По справе Каховка Протеин Агро эта людина уже неодноразово помогала сторонам в решении определенных вопросов. Андрей Богдан это, по сути, человек судовый решал, который может практически решить любое судовое вопрос. Через это мы хотели понять, чтобы нам спросто или подтвердили этот связок. Больше подробностей о коррупционных схемах и связях судей Катеринчук активисты намерены обнародовать в ближайшее время. На завтрашнем заседании в высшем хозяйственном суде потребуют отставки нечестных судей и привлечения их к уголовной ответственности. Александр Котов, Дмитрий Шилин, подробности телеканал Интер. Спецназ НАБУ на судебном заседании вчера во время рассмотрения апелляции в отношении подписания мирового соглашения между предприятиями Черкаса Азот и Черкаса Облэнерго за ходом слушаний внимательно наблюдали работники антикоррупционного бюро. Напомню, вчера Киевский хозяйственный апелляционный суд отказал химзаводу и Черкаса Облэнерго в подписании мирового соглашения. Хотя стороны об этом ранее договорились. Причины, почему НАБУ пришло на рассмотрение дела неизвестны. Народные депутаты расценивают это как давление на суд. Вперше у меня серьезное расчарование в новой антикоррупционной структуре в НАБУ. Потому что раньше суды просто когда величезную количество раз брали самоотвит, они просто рассказывали, говорили, что действует тиск с боку НАБУ на судов. Но это было открыто. Просто вместе с спецназом приседники НАБУ пришли в заседание. И в заседании проинструкировали суд, каким должен быть решение. В Одессе жестоко избит депутат облсовета от оппозиционного блока. Анатолий Чередниченко пытался защитить женщину, которая руководитель хозпредприятия жалуется на рейдеров. В итоге пострадал сам. Как все произошло разбирались наши корреспонденты. Рубленные раны головы, сломанный нос, травмированные ребра, ушибы по всему телу. Анатолий Чередниченко депутат Одесского облсовета от оппоблока госпитализирован в больницу Измаила. Говорит, его избил местный фермер Игорь Николенко. У того давний конфликт с любовью их земель и урожаев. И вот депутат решил вмешаться. Рассечение на голове у меня сшивали, в двух местах сшивали голову. Все было в основном направлено в голову, лицо и голову. Я так сяду, что рейдерский завлад, предприятие Захар, да, усечляли. Все произошло вчера, здесь, на берегу Дуная. Депутат от оппоблока приехал проконтролировать, чтобы рабочие могли спокойно переправить сельхозтехнику на острова, где женщина собирает урожай зерновых. Но внезапно появился Николенко со своими помощниками. Дальше слова очевидцев. Не объясняя ни причины, ни что случилось, начали избивать Анатолия Григорьевича. Анатолий Григорьевич был на земле. Николенко был сверху ногами, руками, чем только мог. То есть просто как зверь какой-то. Сам Николенко встретиться с журналистами сегодня не смог. Так, по крайней мере, заявили его товарищи. Дескать, у него проблемы со здоровьем. У них собственная версия произошедшего. Правоохранители открыли уголовное производство. Но Любовь Стойкова ни местной полиции, ни прокуратуре не верит. Говорит, те только покрывают ее обидчиков. В прокуратуре, в свою очередь, обещают, расследование будет объективным. На данный час у данного криминального проведения двух осип вызваны потерпелыми и допытаны. Вживаются заходы для установления всех очевидцев в этой подии. Поддержать Чередниченко в Измаил приехали депутаты и оппозиционеры. Они тоже высказали свои опасения по поводу прозрачности расследования. Будем инициировать встречу в ближайшее время и с руководителем прокуратуры области, с руководителем службы безопасности области, с губернатором. Требование, как всегда, одно. Это максимально короткие сроки и законным способом раскрыть данное преступление и наказать виновных. Мы тоже проследим за ходом расследования и расскажем в наших выпусках, как оно проходит. Анастасия Крылатая, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Жители украинских сел возмущены молочными нововведениями. Напомню, по требованиям Евросоюза закупать молочку у частных хозяйств, где нет доильного аппарата, запрещено. Как выжить селянам и что будет делать государство, выясняла Лариса Зубенко. Это смехатория. Не даром будем его выливать. Это даром. Луча вилыки не давайте нам и по 350. Так жители Сумской области говорят о молоке. У каждого из них как минимум одна корова в хозяйстве. Но закупочная цена продукта делает буренку настоящей роскошью. Я 15 тонн только в прошлом году жомку купила. 15 тонн. А не имею ничего от его прибыли, никакое. Дело в том, что в Сумской и Черниговской областях самые низкие по Украине закупочные цены на молоко. А с 1 июля по требованию Евросоюза принимать продукцию у частных хозяйств запрещено, если у них нет доильного аппарата. Жителям села Уланов такое дорогое оснащение не по карману, говорит Елена Феликсовна. У нас сельхозрайон, у нас травы достаточно, и наша трава, но ничем по вкусу, наверное, не отличается, чем закарпатское, где берут по 6,80. Разобраться в проблеме приезжали оппозиционеры. Сегодня они отстаивали права фермера в парламенте. Я несколько дней в том земле, кто держит коров, кто каждый день стыкается с этой проблемой. Женщина сетует. Раньше в ее хозяйстве было три коровы, а теперь еле хватает денег прокормить одну. Я прошу, обратите на нас внимание, дайте нам выжить. У нас тоже есть дети, и мы их должны выучить. Наши, ну, мужья вынуждены ездить на заработки. Власти решили проблему с запретом на прием молока лишь частично. Для производителей ввели переходной период на полтора года. Но если ситуация с ценами на продукцию не изменится, сетуют селяне, то в 2020-м покупать доильные аппараты будет не за что. Лариса Зубенко, Светлана Шекера, Александр Яновский, Геннадий Аникиенко. Подробности – телеканал Интер. Путешествовать по Украине теперь можно, не выходя из дома. Виртуальные экскурсии уже доступны в Харьковской области. На портале есть 3D-туры, фото, описания и координаты интересных мест, а еще возможность построить маршрут путешествия. Готический шаровский замок, гигант конструктивизма Госпром и музей философа Григория Сковороды. А еще в лесостепной части Харьковской области есть настоящая пустыня и соленое озеро. Туристические жемчужины региона теперь можно посетить виртуально. Вот, к примеру, усадьба музей Украинская хата. Тут выбрана уникальная коллекция и предметов побуду, и предметов интерьера, и национального слабожанского одежда. Такие 3D-туры доступны на сайте Мандруй Харьковщиною. Специалисты компании Google Украина нанесли на карту региона почти 90 локаций. Это природные объекты, храмы, музеи, парки, кафе и рестораны. А с помощью специального сервиса можно спланировать путешествия. Харьковский портал в Украине не первый, но создатели называют его одним из самых важных. В течение нескольких дней специалисты Google Украина посещали достопримечательности и проводили съемки. Своим опытом они поделились с местными разработчиками. Мы показываем технологии так, как их можно использовать для своего региона лучше всего. И я даже здесь находясь, когда был маленьким мальчиком, я не знал, что Харьковская область настолько богата всем, чем это есть. То, что мы сейчас установили, как только мы эту программу здесь запустили. Сайт Мандруй Харьковщиною лишь одна из разработок в рамках масштабного проекта цифрового преобразования региона. Google реализует его вместе с областными властями. Я думаю, что это хороший проект, который открыет Украину не только загальному свиту, а и открыет всем украинцам. Мы очень имеем большую количество пометок, как национальных, так и культурных. И для того, чтобы развивать, поддерживать и популяризовать это требование, мы подключаемся к международным программам, используем разные программы, которые нам дают партнеры, а также шукаем иноземные инвестиции, чтобы поддерживать и реконструировать. Планируется, что портал будет пополняться новыми объектами. А работу эту уже самостоятельно продолжат местные вузы и IT-компании. Константин Редин, Елена Нагорна, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. Праздник на фоне угроз в США в эти минуты в разгаре празднования Дня Независимости. И в этом году из-за угрозы терактор меры безопасности чрезвычайны. Чего опасаются власти и что предприняли? Все видел Дмитрий Анопченко. Казалось бы, все как всегда. Масштабный парад на Конституцион-Веню в Вашингтоне. Участников сотни, зрителей на улицах тысячи. Но в этот раз в городе куда больше полиции. И повод есть. Задержание в Кливленде исламиста, связанного с Аль-Каидой. Именно 4 июля планировавшего организовать взрывы. Две главные угрозы. Припаркованные машины, начиненные взрывчаткой и ситуация, которую очень сложно предотвратить, когда террорист на машине атакует толпу. Чтобы этого избежать, в столице действуют радикально. Закрыли весь центр города. Не проехать, не припарковаться. На каждом квартале полицейские машины и пустые автобусы, которыми перегородили дороги. Видите их? Ни один, ни два, и ни три. Они вдоль всех улиц, которые ведут к месту празднования. Для того, чтобы, если кто-либо на машине попытается прорваться в зону оцепления, его задержали еще на подъезде. А это второй уровень защиты. Территорию, где проходят празднования, окружили сеткой в человеческий рост. Каждый должен пройти металлодетектор. Большие сумки и рюкзаки проносить вообще запрещено. Вашингтонское ноу-хау. В толпе зрителей полицейские в гражданском. Их не отличить от рядовых туристов, но смотрят они не парад, а выискивают взглядом потенциальных террористов. В Нью-Йорке в этом году на улице выгнали 120 грузовиков с песком, заблокировав боковые улочки на Манхэттене. В Бостоне впервые подняли в небо дроны, стараясь заранее вычислить подозрительные машины. Но обо всем этом не думают, а возможно просто не знают люди, собравшиеся, чтобы посмотреть парад. Террористическая угроза меняет Америку, но для них, вопреки всему, 4 июля – день, когда можно не переживать, а радоваться. Погоде, салюту, барбекю и возможности провести этот праздник с родными. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин